привет мои хорошие привет привет я только пришла ушла рано утром вот только пришла в общем у нас сейчас минус 4 но чувствуется на улице что подмораживает вот этот циклон снежный ветреный ушел вот в принципе на очень хорошо я когда в девять пошла было так прям знаете вот прям тепло прям жарко а уже сейчас возвращалась и морозит прям но морозит с такой хорошие было в поликлинике в общем народу пипец видимо не видимо и шла назад и представляете увидела что у нас открылся прям недалеко в общем но мне по пути это совсем недалеко магазин чижик я думаю уже многие о таком магазине знают это я знаете что я не чесаная вы на меня не смотрите я прибежала в общем руки помыла все это я сняла шапку без шапки ходить не могу не могу ходить без шапки боюсь засудить голову поэтому всегда хожу вот иду такой знаете чижик шариками видать недавно открылся но я видела что там они делали ремонт в этом магазине у нас до этого в этом магазине было это пол не магазин это было сейчас я вам скажу ой это называется как же это называется ресторан это было ресторанчик такой небольшой ресторанчик представляете и его закрыли и вот там сделали магазин чижик но что хочу вам сказать вам очень мало места он такой прям маленький маханьки так у меня здесь шницель так надо было конечно сейчас я его разломлю представляете шницель приклеился один к одному я наверное сейчас в микроволновке и пошел такой небольшой снежочек вот но я думаю все равно думаю если мне по пути сейчас ему поставлю размораживать не могу мне тут два кусочка шницеля но они приморозились друг другу вот и зайду думаю на обратном пути так вот зайду на обратном пути посмотрю что это за чижик я в принципе видела там у кого-то обзоры этого чижика что там всего дешево мне понравилось но единственное знаете вот я обязательно туда еще схожу потому что мне нужно курица мне нужно сода я потому что нести было тяжело вот мне если честно сейчас недоноски чего-либо вот я взяла только 200 так так это нет это получается так где же из чижика а вот вот чек из чижика вот чиж чижик чижик рыжик вот чижик в общем я взяла там рафаэлки рафаэлки обожаю последнее время нигде их там по акции не вижу ничего так ну что то есть вот нигде не вижу а там представляете 199 рублей в этом чижике я взяла думаю рафаэлки я люблю я такое сладкое ночи но рафаэлки люблю и наверное скорее всего пойду еще посмотрите как они красиво выглядят возьму парочку уже на новый год у них срок годности хороший до середины 22 года они уже в таком новогоднем стиле возьму парочку себе рафаэлок на новый год тем более за 199 рублей вот я в основном такое сладкое ничего не люблю а вот знаете нутеллу там нутеллу рафаэлки это я конечно люблю так давай что ты меня не размораживаешься еще взяла там печенье в общем много не брала потому что тащить тяжело тащить взяла американское печенье какое-то печенье american удобное я его вот так знаете потрогал антогой мягкая мягкая думаю может с молочком 12 печенек здесь 400 грамм с кусочками шоколада такое какое-то американское печенье 50 79 рублей ну для полкило печенья в принципе это и не так дорого то так ну все вроде растаяло это у меня самый обыкновенный свиной шницель у меня есть салат и вот я шницель хочу еще правда знаете что с грибочком сделать одну очень вкусненькую закуску только их нужно почистить вот такие грибочки грибочки есть в общем я присмотрела много себе всего в чижике но повторюсь же тащить не хотела надо будет сходить сода по 24 рубля потому что даже уже в пятерочке сода стоит намного дороже вот где здесь сода сода пищевая 24 рубля я взяла 2 вот две соды но сода кто меня смотрит знает что сода в моем доме это очень необходимый товар так это я вытащила давайте я на шницель у меня свиной сейчас я его разделю и в духовке запеку смотрите какой он огромный у меня еще есть надо мыть посуду сил нет к сожалению мыть посуду может быть буду завтра с утра мыть спачкала все руки смотрите какая красота я вот так шницель выложила на противень вот чтобы вы не жарить в большом количестве масла вот так я его выкладываю дальше я его где у меня у меня есть такой пульверизатор я его немного вот так маслом сбрызгиваю сверху он тогда будет такой вкусненький хорошенький вот и в духовку буквально на 20-25 минут и сейчас еще грибочки сделаю грибочки в чижике по 79 рублей тоже присмотрела но мне пока из них делать нечего у меня как бы вот здесь еще старые грибочки но я обязательно там прикуплю в общем пока он новый ассортимент там не очень большой много чего что другие как бы показывают в своем обзоре там нету в общем купила еще вот такие печеньки такие печеньки по 49 рублей но это как бы такие печеньки тарталетки это тоже можно с чаем кофе купила один киткат вот такой по 39 рублей но такой двухкомнатный киткат дальше и взяла фольгу вообще дешевая моя любимая фольга по 59 рублей вот это моя любимая всегда покупаю только ее как раз у меня кончилось вот единственное там были только губки фольга очень жалко что не было пергаментной бумаги я бы еще пергаментную бумагу купила грибочки у меня есть я сейчас хочу их запечь тоже вот на мариную пускай они постоят маринованные и запеку только вот видите их надо почистить я грибы всегда чищу вот мне в принципе это не доставляет никакого труда главное их почистить и все единственное вот еле дошла устала потому что снег ногами снег все нечищенная грибочки вот и поэтому идти как-то еще вот тяжело по такому снегу знаете у нас тоже привычка такая раньше я помню дворники все до асфальта вычищали не знаю может сейчас тоже где вычищают не хочу как говорится наговаривать но вот в наших местах славятся тем что просто посыпали на снег песком и все и иди как бы ковыляем по этому песку по этому снегу вот и вот сейчас хочу и грибочки еще запечь потому что во первых пока они свеженькие не люблю когда грибы долго лежат потом они уже становятся не свежими девчонки если даже не знаете вот например купили грибы да не знаете что с ними например делать вот так вот увидели дешевый просто я сейчас сниму рецепт делаете соус маринуете грибы запекаете их в духовке и наслаждаетесь либо в аэрогриле я так еще делаю чтобы быстренько было может быть даже в аэрогриле запеку может быть в духовке не знаю еще сейчас посмотрю принципе аэрогриль не хочется ворочать это его надо нести на кухню там же у меня в комнате нету места уже где расположиться с этим аэрогрилем все упирается понимаете в маленькую кухню все упирается в маленькую кухню негде здесь что поставить я бы конечно если бы у меня была большая кухня я бы разгулялась и бы это готовила и то бы готовила вот иной раз просто не хочется не хочется тащить понимаете вот не хочется тащить не хочется место занимать проще это гораздо раз 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 на плите сварганил и все не хочу сказать что я там такая лентяйка какая-то нет я иной раз иной раз таскаю у меня здесь не очень много грибочков поэтому я сейчас их быстренько быстренько очищу это я купила хотела же сварить вот этот суп а потом увидела в глобусе такие красивые грибы в глобусе еще купила и получилось так что у меня две пачки грибов я думаю ну и ладно ну ничего страшного я их замариную это я в суп все истратила суп получился очень вкусный и кто там говорит что это все не сочетается тот значит не пробовал попробуйте все очень сочетается все очень гармонично во первых почему гармонично до бульон мясной он на индейке но тот кто когда-нибудь варил вот такие бульоны на индейке тем более у меня индейка бела была без кожи без костей вот абсолютно практически постное бедро с которого я срезала даже все весь лишний жир соответственно у меня в бульоне там практически не было никакой мясной выворки то кто варил бульон и на индейке тот знает что на индейке бульон он получается нежирный практически такой диетический там нет вообще ни грамма жира я даже показала бульон сам сваренный бульон он вообще-то мне вот не крупицы жирку не плавает в этом бульон обжаренные грибочки мне именно нужно было если бы я хотела вкус именно такого грибного бульона я бы грибочки не обжаривала бросила бы их варить так и тогда бы весь вот этот вкус с грибов перешел бы в бульон а я именно хотела такие вкусненькие насыщенные грибочки поэтому я предварительно их обжарила выпарила из них всю воду и бросила уже в суп как овощ как мы капусту с вами бросаем что-то еще какие-то ингредиенты я не вываривала грибы в бульон за 10 минут сами поймите там ну не вывалятся так грибы в бульон чтобы весь свой вкус отдать тем более нашинские нашинские шампиньоны а креветочки то же самое там практически все было сварено на этом бульоне из индейки вот все диетическое лапша вот это гречневая очень полезно суп получился очень вкусный я никогда не варю огромными партиями у меня вот это была маленькая кастрюлька вот я всегда варю небольшими партиями суп чтобы мы поели свежий мы едим свежий и доедаем на следующий день все я специально же ездила в икею чтобы купить вот эту маленькую кастрюлечку вот какие грибочки красивые сейчас я его сделаю вот специально купить эту маленькую кастрюлечку чтобы у меня именно получались такие супчики не на маланью свадьбу я как-то в свое время у меня кастрюль то вообще нету и я в свое время купила у нас был такой магазин заехал домовой и я там по дурости купила кастрюлю пятилитровую ну а я сами знаете когда ты начинаешь что-то варить что-то готовишь ты прямо варишь так эти пять литров мне это не особо нравилось я забросила все это варенье супов хотя супчики очень полезные вот их как бы надо кушать потому что сами понимаете пять литров супов ну не могу я так рассчитать чтобы сварить меньше давай как говорится мне кастрюльку меньше вот тогда и супа будет меньше я и варю на радостях в огромной кастрюляке и я уже поехала в икею специально купила себе эту маленькую кастрюльку набор да там кастрюлечка небольшая три литра вот соответственно если кастрюлечка три литра то максимум сколько супа ты можешь сварить это два с половиной ты же под завязочку не наливаешь супа и поэтому я сейчас супы в этой кастрюльке варю с большим удовольствием вот не все снимаю для вас потому что иной раз хочется быстро 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 что-то сделать вы не любите когда я очень болтаю это надо вот либо так включать камеру на болтологическом канале вот либо поменьше болтать но он я же говорю вы не представляете как происходит процесс съемок на кулинарный канал вот кто девочки этим занимается тот знает что это извините это тебе не пять минут прибежал из грязных продуктов приготовил это точно также нужно извините меня много времени чтобы отварить бульон чтобы все помыть чтобы все приготовить иной раз на создание рецепта вот чтобы приготовить до блюда на приготовление блюда уходит до нескольких часов а потом еще это надо дело все загрузить все прописать это нелегкий труд блогер поэтому девчонки мне будет очень приятно если вы будете подписываться на кулинарный канал если вы будете оценивать там видео если вы не будете проходить мимо и будете просто творцу автором роликов говорить просто спасибо от чистой души благодарность того что человек просто просто работал над этим видео до для себя и для вас вот я иногда просто захожу к людям на канал и просто говорю спасибо огромное спасибо за вашу работу все спасибо огромное за ваш рецепт это поверьте мне это очень ценно для творца вот потому что каждый мы творец художник своего произведения вот так пускай даже эту картошку жарит все и я как говорится пожарила ее в 150 раз но купила эту картошку я трудилась на кухне два часа я и кто бы мне что не говорил что я эту жареную картошку спиздила у оли извините меня с какого-то там канала это абсолютно не так этому мою творение это мое блюдо это мое видение все и кто заходит и постоянно поддерживает тому огромное огромное спасибо так я вам еще не все показала девчонки каждый художник он переживает за свое творение он переживает за то что нету отдачи от зрителя потому что но вот представьте в каждом спектакле могут например репетировать одну и ту же пьесу да вот ревизор например одно и то же что то могут на спектакль репетировать вы вот в один спектакль сходили в один театр посмотрели этого ревизора и потом скажут а зачем я пойду на там бабы ванну смотреть этот ревизор если я его уже смотрела вот извините люди тоже репетировали тоже ставили эту постановку и тоже заслуживают внимание от зрителя в общем кто понял девчонки тот понял кто не понял никогда не поймет не хочу вдаваться в эти подробности потому что что-то меня потянул на какую-то философскую тему грибы я уже почистила обязательно сейчас буду снимать для вас вкусный рецепт я их еще знаете что делаю я когда их чищу еще немножко их вот так вот промываю совсем немножко промываю потому что на них может остаться какая-то грязь с рук понимаете вот и в общем после чижика больше я в чижике ничего не купила говорю же не хотела нести но мне хочется еще туда раз сходить купить рафаэлки к новому году уже поставить потому что я на новый год обожаю рафаэлки шампанским вот так вот представьте все это надо блогеру перемыть все это надо перечистить если это бульон это надо потратить время сварить бульон поверьте мне никто грязное не готовит у блогера тоже есть семья и он как бы кормит свою семью тоже чистыми продуктами вот представьте сколько сейчас я чистила эти грибы мыло их надо замариновать это надо подождать пока грибочки хорошо замаринуются это потом их надо да как-то запекать или как-то что-то придумать так еще я зашла длинный мне захотелось сегодня выпить шампанского я купила себе шампанского от анжелики варум мне так хорошо все смотрите упаковали все так хорошо сделали правда единственная где чек какой-то но не дешевая так шампанское от анжелики варум 440 рублей еще я купила на стоечку в общем прикупилась еще в алкогольном магазине купила все посмотрите как хорошо упаковали купила полусладкую настойку сливовую купила настойку традиционную в общем традиционную тоже все красиво упаковано не буду соответственно рекламировать что-то оставлю на новый год и конечно же купила своего любимого она уже 600 рублей стоило со своего любимого сорта винограда конечно же сухое вино мне почему-то сегодня захотелось именно игристое именно шампанское вот просто захотелось просто такое настроение вот поэтому хочу еще раз всем сказать огромное спасибо кто заходит кто постоянно поддерживает я всех вижу все может быть не все имена помню но которые вот постоянно мелькают и поддерживают меня всем огромное огромное спасибо и вас у меня на втором канале уже 600 30000 тоже огромное спасибо да там небольшие просмотры ну кому сейчас легко узнаете одна женщина зашла не знаю женщина она и и не женщина вот потому что с таким длинным языком наверно скорее всего не женщина вот хотя может быть нет как раз настоящая женщина если с длинным языком и горит что-то у вас такое количество подписчиков и совсем нету просмотров вот на других там кулинарных каналах все цветет и пахнет знаете девчонки даже если бы у меня был один просмотр я бы все равно снимала как я и снимала у меня когда-то было один просмотр у меня когда-то было такое же падение как и сейчас да сейчас падение очень большое значит вам что-то не нравится значит что-то я делаю не так да для меня как для художника как для творца своего произведения мне это больно иной раз и обидно потому что работаешь тратишь деньги тратишь силы тратишь время зрителям этот результат не оценен конечно хочется чтобы было немножко больше просмотров потому что это дает мне как бы силы фантазию дает то что бежать на кухню и творить для вас а когда такого не происходит то и сил нет поэтому я хочу сказать спасибо тем людям которые заходят и поддерживают постоянно вот всем огромное спасибо и ну может быть скоро все наладится я не теряю надежду я не опускаю руки я творю для вас каждый день всем огромное спасибо что посмотрели сегодня мой такой ликбез вот я уже буду ставить на днях елку меня просили выйти в эфир как я наряжаю елку и конечно же я обязательно выйду в эфир и мы будем с вами наряжать елку вместе заряжаться этим праздничным настроением всем огромное спасибо девчонки не болейте берегите себя правильно питаетесь вот следите за своим иммунитетом и пока пока пока